Леса, пруды и свежий воздух Дюдькова удивляет городских жителей тишиной и покоем. Правда, красоту мест могут оценить только те, кому удалось преодолеть грунтовую дорогу, которая ведет в деревню Атасакова. До деревни Дюдькова существует только грунтовая дорога, куда не ходят ни автобусы, у нас нет ни магазина, у нас нет газа. Есть сложности с проездом не только у автобусов, но и у пожарных машин и карет скорой помощи. Тарифы на такси здесь в несколько раз выше, чем в соседних населенных пунктах с хорошим подъездом. В ноябре 2018 года жители Дюдькова обнаружили, их дорога протяженностью около 4 километров, включена в план ремонта на 2019 год. Но глазам не поверили и приехали на личный прием главе Азенцовского района Андрею Иванову. Будет у нас дорога с деревни Асакова до деревни Дюдькова или она останется такой же, какой была всегда. Дорога, о которой зашла речь на личном приеме главы, находится на балансе кубинского поселения, но при этом земля под ней частная. А значит, какие-либо работы можно проводить только после передачи ее муниципалитету. Сделать это безвозмездно частник не согласился, поэтому был произведен обмен. Мы обменялись с частником земельного участка, теперь дорога оформляется на балансе муниципалитета, потом передаем в кубинку, сейчас эти сроки подожмем, чтобы не попасть в реорганизацию. Как только дорога у нас оформлена, мы заявляем ее сразу в программу софинансирования. Еще один наболевший вопрос в Дюдьково, а это несколько сотен домов, отсутствие газоснабжения. Жители надеются, что он будет решен, когда отремонтируют дорогу, но Андрей Иванов предложил не ждать окончания работ, а начать действовать уже сейчас. Мы от вас ждем коллективное обращение по поводу газификации. На ваше имя. Да, и обязательно встречусь с Митой Аркадьевичем Голубковым. Хорошо. Объясню, что у нас 300 домов без газа, такой чудный храм. Сейчас активистки начнут собирать подписи жителей Дюдьково под коллективным обращением по поводу газификации населенного пункта и ждать начала ремонтных работ, чтобы окончательно поверить в то, что им удалось добиться поставленной цели. Работы начнутся летом и к сентябрю должны быть полностью завершены. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.